МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, добрый день! Здравствуйте! Я рада всех приветствовать из пресс-центра ТАСС Северо-Запад. И также рад приветствовать всех тех, кто присоединился к нашей онлайн-трансляции на сайте ТАСС в разделе пресс-центра. Сегодня наша пресс-конференция посвящена передовым, современным, я бы сказала, уникальным в своем роде технологии микрохирургии глаза. И, конечно, в центре нашего внимания одна из самых ведущих офтальмологических клиник России – это Национальный медицинский исследовательский центр, межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени Святослава Николаевича Федорова. И, несомненно, конечно, в рамках сегодняшней пресс-конференции речь пойдет и о тех традициях, заложенных несколько десятков лет назад Святославом Николаевичем, которые не только продолжают свою жизнь, но активно развиваются и внедряются во всех регионах нашей страны. И обо всем об этом, а также об уникальных технологиях и уникальных операциях, которые проводятся в стенах клиники, о тех возможностях по оказанию бесплатной медицинской помощи нам сегодня расскажут наши уважаемые гости. Здравствуйте, я с большим удовольствием всех приветствую и представляю. И позвольте, я начну с участника, который сегодня с нами по видеосвязи. Это генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени Федорова, Дмитрий Ярсютов с нами на связи, Дмитрий Геннадьевич. Спасибо, что к нам присоединились, нашли время в своем плотном графике, очень рады видеть. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. И позвольте, я также поприветствую уважаемых участников, которые сегодня у нас на площадке в гостях в пресс-центре в Санкт-Петербурге. Это директор Санкт-Петербургского филиала клиники Федорова Эрнест Бойко. Эрнест Витальевич, очень рад вас приветствовать. Добрый день, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые коллеги. С большим удовольствием также приветствую заместителя директора по лечебной работе Санкт-Петербургского филиала клиники Федорова Сергея Сосновского, Сергей Витальевич, также Викторович. Прошу прощения, Сергей Викторович. Да, добрый день всем. Здравствуйте. И также сегодня с нами в пресс-конференции участвуют заместители директора по организационно-клинической работе Санкт-Петербургского филиала клиники Федорова Марина Гацо. Марина Васильевна, приветствую вас. Добрый день, спасибо большое. Всем доброго утра. Что ж, предлагаю начать наш разговор. И, конечно, как уже было отмечено в начале нашего разговора, система межотраслевого научно-клинического комплекса, заложенная Федоровым, известна во всем мире. И, конечно, что сегодня она из себя представляет. Дмитрий Геннадьевич, попрошу с этого начать наш разговор. Пожалуйста. Да, спасибо огромное, Любовь. Вы знаете, очень хочется всех поприветствовать на этой пресс-конференции, поскольку мы сегодня говорим на самом деле об очень важном, об очень серьезном, об очень нужном нашим пациентам вопросе. Это вопрос организации, помощи, а в термологической нашему населению и о тех возможностях, которые сегодня может представить МНТК, в частности, Санкт-Петербургский филиал. И о комплексе я, с вашего позволения, очень коротко тоже расскажу. Вот 35 лет назад, уже больше даже, была, конечно, совершена, я считаю, революция, когда идеи академика Федорова фактически за три года были распространены на всю территорию Российской Федерации. А эти идеи были для того времени абсолютно новы. Это были те новации, которые приблизили возможность получения высокотехнологичной, в первую очередь сложных видов помощи авторимологической до населения самых отдаленных регионов нашей страны. То есть, если возьмем сегодняшнюю географию, Санкт-Петербург это самый западный наш форпост, Хабаровск у нас самый восточный филиал, значит, имеет. Поэтому фактически вся территория страны сегодня уже более 35 лет имеет возможность получения этой помощи фактически в шаговой доступности. И эта идея, она сегодня на самом деле в большинстве других специализаций только начинает реализовываться. Мы сегодня можем делиться не только результатами сегодняшнего дня, но и огромным опытом и потенциалом, который в этот красивый термин МНТК в принципе был изначально заложен. Что это такое? Это межрегиональный научно-технический комплекс, это коллаборация возможностей и компетенций, которые в системе МНТК и микрохирургии глаза были реализованы за очень короткий период. Это очень сильная научная база, это сильнейший клинический потенциал, это образовательная платформа и это производство медицинских изделий. То есть фактически система себя обеспечивала полноценными кадрами, технологиями, новациями в производствах полностью сама. И все эти 35 лет эти тренды продолжают работать. С каждым годом, с каждым десятилетием усиливая их потенциал. В этом заключается и будущее нашей системы, поскольку на сегодняшний день мы еще и объединены новым своим, так сказать, новым уровнем, это уровнем национального медицинского и исследовательского центра. То есть это система, которая позволяет нам сегодня наши технологии распространять также и в другие регионы. И на сегодняшний момент уже десятилетний опыт показывает, что это абсолютно верное направление. Это позволяет нашим пациентам помощь получать не только в наших филиалах, но и в тех регионах, которые сегодня являются регионами нашей курации. Их сегодня 42. А если мы говорим о телемедицинских консультациях, то есть о возможностях провести дистанционную диагностику, помочь поставить диагноз, помочь в хирургии непосредственно на рабочем месте каждого доктора, то это более 60 филиалов, извините, 60 регионов, а если говорить уж в единичном, так сказать, некотором контексте, это практически вся страна. И наша платформа сегодня, она абсолютно компетентна, полномочна, высокопрофессиональна и, самое главное, стратегически ориентирована во всех этих вопросах. Поэтому я считаю, что мы говорим сегодня только о начале пути МНТК, мы говорим сегодня о том широком 35-летнем базе, который, я считаю, для нас устраивает огромные перспективы, возможности и, самое главное, желание помочь нашим пациентам. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Позвольте, пожалуйста, небольшое уточнение, как вы правильно отметили, география нашей страны широка, и вот эта система, позволяющая получать помощь специализированную, очень доступна для населения. Но несколько слов, наверное, чем уникален. Собственно, каждый филиал, какие технологии, внедрённые и в головной организации работают и в других регионах. И несколько слов, наверное, чтобы перейти уже к Санкт-Петербургскому филиалу, может быть, несколько слов об уникальности нашего филиала. Пожалуйста. Изначально в идею и в концепцию развития филиальной сети было заложено то, что, в принципе, независимо от места расположения, возможности и стратегическое развитие каждого из филиалов должны были быть примерно одинаковыми. То есть весь максимум технологий, существующих на том этапе, когда филиалы открывались, подходы к обучению, организация процессов, формирование межфилиальского, межучрежденческого взаимодействия и их связи с главной организацией были той основой, которая позволила в очень короткий промежуток времени, фактически за 2-3 года создать унифицированные, одинаково компетентные 10 филиалов по всей стране. Вот на сегодняшний день все эти тренды, они абсолютно полностью сохранены. Существует, ну, такой полноценный набор возможностей, которые соответствуют мировому уровню по всем направлениям работы в офтериологическом сегодняшнем нашем пространстве. Это и диагностика, и хирургия всех направлений. Но каждый из филиалов с течением времени, да, стал иметь какие-то определенные свои наработки, какие-то более узкие направления, которые у них получались лучше, чем у других. И опять же, это стало очень хорошим поводом для того, чтобы очень быстро передать свои новшества, свои знания, свой опыт коллегам из других филиалов и в том числе головной организации. И вот этот непрерывный процесс обучения, взаимодействия, взаимопомощи, по большому счету, сегодня все филиалы у нас выстроил в один уровень развития, компетенции, но с небольшими преимуществами в той или иной специализации у каждого из них. Но если говорить в частности о Санкт-Петербургском филиале, ну, скажу сразу, что этот филиал – это один из самых сильных филиалов в системе по причине того, что количество пролеченных больных изначально было одним из самых больших. Состав филиала с первых дней работы был одним из самых сильных. И научный потенциал и разработки также во многих направлениях превосходили многие другие филиалы, но не говоря уже о состоянии службы, значит, в рядом расположенных регионах в целом. Поэтому на сегодняшний день я бы выделил какие направления по Санкт-Петербургу. Это, конечно, хирургия сетчатки и стеклоедного тела. Это витритинальная хирургия. Это то, чем лично сам на очень высоком профессиональном уровне занимается директор филиала Эрнест Витальевич. Это его школа офтальмотравмы. Это то, что сегодня преднесло в работу филиала огромное количество научных наработок, компетенций, которые на сегодняшний день являются не уровнем достижений Санкт-Петербурга или области, это уровень достижений Российской Федерации в целом, потому что тренды по офтальмотравматологии во многом задаются вами. И разработки, которые есть сегодня в филиале, на сегодняшний момент являются тем, что потом перенимают и внедряют в свою клиническую работу большинство учреждений нашей страны. Я очень горд за то, что это происходит в нашей системе. Рефлексионно-лазерная хирургия и, в принципе, лазерная хирургия – это социально значимое во многом направление, которое помогает пациентам с такими серьезными, тяжелейшими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Возрастная макулярная генерация – это то, от чего, к сожалению, теряют зрение наши возрастные пациенты и пациенты с соматической патологией. То есть это более 60% населения нашей страны в возрасте более старше 50 лет. То есть, к сожалению, это то, что сегодня является одним из глобальных проблем всей мировой офтальмологии. И здесь тоже санкт-петербургскому филиалу есть чем похвастаться. Вот Марина Васильевна является одним из ведущих специалистов, которые занимаются патологией глазного дна. И мне очень приятно, что, опять же, тренды, технологии и то, что внедряют в регионах, исходят из Санкт-Петербурга. Система работает в непрерывном процессе. Взаимодействие происходит на всех уровнях. И в первую очередь хочется отметить высокую научную составляющую и связку работы санкт-петербургского филиала с университетом, с кафедрами научной подготовки как студентов, так и постдипломного образования. И вот этот процесс очень важный, что максимально быстро также переносится и на образовательные циклы, на подготовку молодых специалистов и на переподготовку уже работающих офтальмологов. Вот коротко, наверное, хотелось бы сказать так. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Мы продолжаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас еще будут к вам вопросы. Уважаемые коллеги журналисты, те, кто смотрит нашу трансляцию, обращаю ваше внимание, что вы можете писать нам по указанному номеру, указанному в анонсе. И мы обязательно зададим ваши вопросы. А сейчас мы продолжаем и переносимся в Санкт-Петербург. И, конечно, хочется отметить, что 2023 год – это год, когда Санкт-Петербургский филиал отмечает свое 35-летие. Ренес Витальевич, позвольте передать вам следующее слово, следующий микрофон. И, наверное, с какими достижениями, с какими новыми технологиями клиника подошла к этой черте. 35 лет еще не так много, но уже достаточно весомо. И, конечно, несколько слов о том, какие мероприятия, собственно, планируются к этой дате. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Мне бы хотелось поблагодарить Дмитрия Игнатьевича вас за добрые слова в наш адрес. И немножечко, может быть, развить тему травмы. Действительно, в Санкт-Петербургском филиале объединено несколько школ офтальмо-травматологии. Это и школа военно-медицинской академии очень сильная. И, как ни странно, но ковидный год, ковидное время нам очень помогли в развитии этого вопроса. Когда город обратился с просьбой к нам, как к федеральному учреждению, помочь осуществлять неотложную помощь городским жителям, так как многие стационары офтальмологические были перепрофилированы под ковидные отделения, мы перестроили свою работу, это была большая работа, но на этой офтальмо-травматологической волне мы очень много сделали, скажем так, хорошего в этом направлении. Наши доктора, которые раньше занимались преимущественно-плановой помощью, освоили все эти методы офтальмо-травматологии на высоком уровне. И должен сказать, что когда потребовались офтальмологи, офтальмо-травматологи в наших новых территориях, то в качестве добровольцев восемь докторов посетили, не только посетили, но и активно работали в новых территориях, оказывая помощь пострадавшим в СВО, это, я считаю, очень важно. Что касается юбилея, то, конечно, к юбилею мы готовились, мы готовились в плане государственных программ. Надо сказать, что государство обеспечивает доступную помощь офтальмо-травматологическую в большом количестве. И с 2021 года мы перешли на работу, согласно приказу Минздрава 1363-Н, на работу с так называемым Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. И активно работали в этом направлении. Это достаточно большие средства, благодаря которым мы могли оказать помощь более чем 10 тысяч пациентам с тяжелой витритинальной патологией, с катарактой, с глоукомой и с другими социально значимыми заболеваниями. Из тех направлений, которые у нас развиваются, Дмитрий Геннадьевич уже сказал об этом, это и направление витриальной хирургии. Сегодня пойдет речь о операциях, разработанных в филиале. Это и пересадка сетчатки, это и пересадка пигментного эпителия сосудистой оболочки, которые являются уникальными в своем роде и в настоящее время переходят к тиражированию, к разработке методики, которая в последующем может быть применена большому количеству пациентов. Это развитие лазерной хирургии. Один только факт, что 50% всех операций в филиале, около 50% делается с помощью лазерных технологий. И свой юбилей мы решили отпраздновать научной конференцией, которая начнется 28 апреля. Она так и называется, лазерная, интерокулярная и рефракционная хирургия. Там будет представлена обширная научная программа, уже зарегистрировалось более полутора тысяч участников из 21 страны мира, где мы будем обсуждать вопросы развития лазерной хирургии. Это, конечно, и общее количество пролеченных пациентов. В 2022 году мы поставили рекорд, прооперировали практически 32 тысячи, сделали 32 тысячи операций. Таких показателей у нас не было на протяжении 35 лет. То есть для нас это рекорд. Это мы прооперировали 800-тысячного пациента у нас юбилей 14 декабря. И как раз так получилось, что 800-тысячный пациент был прооперирован примерно в это же время. Это тоже наш своеобразный рекорд. Развивается интенсивно рефракционная хирургия с применением так называемых лентикулярных технологий, наиболее щадящих, наиболее полезных, наиболее безвредных для глаза, но позволяющие десяткам тысяч пациентов снять очки. И по методике лентикулярной хирургии мы прооперировали уже примерно 25 тысяч пациентов. Это тоже наши своеобразные рекорды. Очень активно развивается хирургия хрусталика. Причем хирургия хрусталика не мутного, то есть не катаракта, а хирургия прозрачного хрусталика. Дело в том, что катаракта является жемчужиной глазной хирургии, и она очень хорошо освоена практически всеми хирургами нашей страны. И вот стандартные операции выполняются, что называется, за 10-15 минут с прекрасными, блестящими результатами. Но мы являемся национальным медицинским исследовательским центром. Поэтому в этих технологиях необходимо развитие. А развитие следующее. Это наиболее сложные случаи. Это подвывихи хрусталика. Это так называемый астигматизм, где очень трудно подобрать коррекцию. И это сейчас тоже реализуем мечту Святослава Николаевича Федорова о внутриглазных очках. Что такое внутриглазные очки? Они могут быть в двух видах. Первый вид – это когда имплантируется дополнительный к своему прозрачному такой мягкий гелеобразный хрусталик, который исправляет высокие степени близорукости. И те пациенты, которым никогда никакими очками, никакими другими методами не могло быть выполнено восстановление зрения, с помощью таких внутриглазных очков, они получают высочайшее зрение и столько рыдающих от радости пациентов, как после этой операции, я не видел. И вторая часть внутриглазных очков – это рефракционная замена хрусталика. Очень высока ответственность. Если человек говорит, что хочет снять очки, то помочь ему в этом плане, можно, удалив свой собственный прозрачный хрусталик и имплантируемый, так называемый, мультифокальный, аккомодирующий или псевдоаккомодирующий хрусталик, который позволил бы ему видеть и вдаль, и вблизь. Практически все люди после 40-50 лет одевают очки для близи, и хорошо, если они одни. А, например, дальнозоркие пациенты, они имеют две пары очков. Им это очень тяжело, иметь две пары очков, они постоянно теряются. Вот, как правило, дальнозоркие к нам обращаются за заменой прозрачного хрусталика, но, получив достаточно большой опыт в этом вопросе, есть возможность помочь пациентам, и просто имеющим даже одну пару очков. Мы к юбилею открыли глазной банк. Это тоже отдельная сложная тема, сложная проблема, о которой мы гордимся. Это единственный банк глазных тканей на Северо-Западе. В чем его суть? Прежде всего, этот банк создан для пересадки роговицы. Как раньше происходила пересадка роговицы? Есть пациент, а их на самом деле много, это сотни тысяч пациентов, которые ждут в очереди. Донор, если появляется, то материал должен быть обследован на всякие виды инфекции. И если материал хороший, то происходит тогда пересадка роговицы. Но не всегда материал хороший, и бывает, что пациент ждет неделю, две, три, а если он приехал с Сахалина, с Дальнего Востока, то это, конечно, большие-большие неудобства. Так вот, банк ткани, где роговица может консервироваться и храниться порядка недели, он создан для плановой такой хирургии. И когда у нас есть материал, мы спокойно приглашаем пациентов из любого уголка нашей страны и выполняем пересадку роговицы планово с высочайшим качеством. Этот банк мы открыли в 2020 году, и он успешно функционирует. Следующий момент. Мы, конечно, подготовились и реновировали детское отделение. Сейчас оно у нас оснащено и создано по последнему слову техники. И это тоже позволяет расширить нам и круг операций, и позволяет нам выполнять самые сложные операции. В чем здесь преимущество по сравнению с детской офтальмологией? В том, что если у детишек есть редкие заболевания, которые встречаются у взрослых, то детским офтальмологам они тоже редкие, и не каждый день они с этим имеют дело. А в нашей системе МНТК хирурги взрослые, которые оперируют такие заболевания у взрослых, они имеют с этим дело каждый день и могут детишкам этим помочь на гораздо более высоком уровне. Поэтому дети с редкими заболеваниями тоже наши частые гости. Я позволю, может быть, себе немножко остановиться, потому что на самом деле у нас созданы и новые операционные, и отстроены новые здания. Мы постарались подойти к 35-летнему юбилею вооруженные до зубов именно по принципу Святослава Николаевича Федорова. А это значит самый высочайший мировой уровень оказания помощи, самая лучшая аппаратура, которая используется для огромного количества пациентов. Только в день диагностика у нас проходит порядка 200-250 человек, и в день проходит до 100-150 операций. Поэтому наша самая современная аппаратура, она работает на самом высочайшем уровне и для большого количества пациентов. Сослав Николаевич говорил, делать добро в больших дозах. Вот мы стараемся и этому соответствовать. Спасибо большое, Эрнест Витальевич. И мы продолжаем. И позвольте, Сергей Викторович, передать вам следующее слово, но, наверное, в продолжение, что можно дополнить по технологиям, по инновациям. И позвольте, я также подключу к нашему разговору коллег-журналистов вопрос поступил, который, мне кажется, очень логично вписывается в нашу беседу. Вопрос от Юлии Куликовой. Юлия, мы вас приветствуем. Издание «Медвестник». Юлия просит более подробно рассказать о прорывной операции, которую специалисты МНТК провели. Вот в дополнение тоже об этом несколько слов подробнее. Пожалуйста. Добрый день ещё раз, уважаемые друзья. Действительно, одно из конкурентных направлений, которых традиционно населён в Санкт-Петербургский филиал, это витролитинальные хирургии, то есть хирургии сетчатки стекловидного тела. И одно из очень широко распространённых заболеваний сетчатки – это возрастная макулодистрофия, то есть дистрофия сетчатки, которая развивается с возрастом. Заболевание, которое способно приводить к центральной слепоте при отсутствии лечения. К сожалению, иногда пациенты обращаются к нам в тех стадиях, когда консервативное или традиционное лечение уже проводить поздно, когда заболевание пришло к своему исходу, и под сетчаткой формируется рубец. Когда под сетчаткой формируется рубец, то уже такая сетчатка не способна смотреть. И локализация такого рубца под сетчаткой делала фактически многие годы невозможным его устранение. И своего рода был это приговор. Пациенты были обречены на центральную слепоту. Вот для таких ситуаций была разработана сложная операция, достаточно травматичная, трудоёмкая. Но тем не менее, операция с доступом в подсетчаточное пространство, когда заходим в святая святых, куда раньше доступ был закрыт, и происходит из-под сетчаточного пространства удаление этого рубца. В последующем необходимо произвести трансплантацию в эту зону здоровых тканей с периферии сетчатки, где их потеря будет не сказываться на зрении пациента. Тем самым компенсируются утраченные вместе с рубцом здоровые ткани в центральной зоне сетчатки. Это пигментные петели, сосудистая оболочка. И благодаря этому происходит восстановление нормальных анатомических взаимоотношений, восстановление условий для работоспособности сетчатки, которые мы образно называем королевой глаза. Именно она обеспечивает нам священное зрение. И вот такая операция, мы её отрабатываем в нашей клинике. И вот на сегодняшний день можно действительно говорить, что мы приходим к тому уровню этой технологии, когда мы можем с большой вероятностью рассчитывать на позитивный результат, на улучшение зрения. Вот такие операции у нас делаются. И получив весьма оптимистичные результаты на пациентах с возрастной макулодистрофией, мы стали распространять эту технологию на другие заболевания, при которых в той или иной степени формируется рубец под сетчаткой. И вот с одной стороны сейчас наш филиал работает над тем, чтобы увеличить количество этих операций, сделать доступными эту технологию для других филиалов нашей системы, а с другой стороны увеличить количество тех патологических состояний, тех диагнозов, при которых эта сложная операция будет применима. Небольшое уточнение, Сергей Викторович, а в какие примерные сроки такая операция была доступна в других регионах? Как быстро распространится технология? Мы готовы к сотрудничеству и готовы к общению, и, безусловно, готовы делиться опытом с коллегами, поэтому в этом плане, скажем так, с нашей стороны полный зелёный свет. Я знаю, что уже первые шаги по внедрению таких операций не точно есть в Москве. Мы с удовольствием готовы поделиться своим опытом для того, чтобы эти технологии были и в других регионах нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. И ещё один аспект, который хотелось бы обсудить в рамках нашего сегодняшнего мероприятия, это, конечно, бесплатная помощь. Из каких источников сегодня она осуществляется и каким образом можно её получить? Предлагаю начать обсуждать эту тему. Дмитрий Геннадьевич, вам, а потом перенесёмся вновь в Санкт-Петербург. И Марина Васильевна, и Эрнест Витальевич дополнит. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Но я дополню, Сергей Викторович, вот он постеснялся сказать, что уже огромное количество выступлений на конференциях, да, с иллюстрацией не просто технологии, но и результатов её первых. Это очень важно. И на самом деле сегодня в этом заключается возможность современной передачи информации. Это в том числе и телемедицина. Это возможность участия в онлайн-форматах общения в рамках конференции и возможности обучения в нашей головной организации и филиалах на рабочих местах. То есть все возможности для очень быстрой трансляции технологий в субъекты, она на сегодняшний день существует. И на самом деле именно в этом заключается наша ценность, что мы обычно берёмся за самое сложное, за то, что, наверное, правильнее делать сильным, высокопрофессиональным командам, учитывая, что это в первую очередь ответственность перед нашими пациентами. Поэтому вот эти сложные технологии, опять же, как я подчеркнул, скромно было умолчено Сергеем Викторовичем, они не везде могут, к сожалению, развиться быстро. Вот здесь потенциал наш заключается в том, чтобы не только передать, но и обучить, и подготовить, и создать условия. А это, к сожалению, занимает иногда какое-то определённое время. Что касается нашей помощи, система МНТК – это система государственная, это федеральный институт, который, к счастью, имеет огромное распространение на территории страны. И, конечно же, паритетом оказания помощи нашим пациентам является оказание помощи бесплатной, гарантированной государством. То есть для этого страной созданы все условия, и мы являемся, наверное, основными получателями федеральных средств в рамках федеральных квот по высоким технологиям от Минздрава Российской Федерации. Эти квоты распределяются равномерно между всеми нашими филиалами. Это и главная организация в Москве, и, соответственно, наши филиалы на территориях субъекта. То есть, а что значит федеральная квота? Это значит, что житель любого региона, при наличии показаний может обратиться в наш центр в Москве, в наш институт, в главную организацию, или в один из наших филиалов. И на сегодняшний день фактически это занимает ровным счетом небольшое количество дней. То есть постановка диагноза, подтверждение получения квоты у офтальмолога по месту жительства, очень быстрое подтверждение о возможности операции с назначением ее срока в головной организации или в филиалах, и, соответственно, приезд в пациент. То есть этот цикл может занимать от нескольких дней до не более двух недель, что, в принципе, сегодня определено нашим законом об оказании медицинской помощи. Это один и самый основной на сегодняшний день источник для получения бесплатной гарантированной помощи по высоким технологиям. Но помимо этого есть также и другие возможности. В частности, это наше участие в программе по обязательному медицинскому страхованию. То есть в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования, межтерриториальных расчетов, в рамках фонда обязательного медицинского страхования, в учреждениях МНТК, филиалах и в главной организации проводится тоже очень большое количество операций. То есть фактически вся специализированная и высокотехнологичная помощь в нашем центре проводится бесплатно. Это очень важно и очень ответственно мы хотели бы сохранить и продолжить, поскольку это позволяет нам своевременно, на самых начальных стадиях выявляя, не допускать ухудшения зрения и, самое главное, развития слепоты. А мы говорим о тех заболеваниях, которые, к сожалению, могут завершиться. Вот одно из них было названо Сергеем Викторовичем, это возрастная мукулярная сгенерация, но и выше мной названной нозологией это осложнение сахарного диабета, это осложнение гипертонической болезни, это травмы глаза, это высокая близорукость, тоже изначально глазная патология, но для многих наших обывателей это лишь ношение очков, это лишь проблема в слабом зрении вдаль. Мы же это понимаем и знаем как более серьезное состояние, приводящее, к сожалению, в очень большом проценте случаев к развитию дегенеративной патологии сетчатки, к развитию отслойки сетчатки и очень часто требующее высоко технологичной хирургии. Это тоже бесплатная и всегда быстрая в наших условиях помощь. Поэтому я думаю, что перспектива очень хорошая и самое главное стабильная по ретросспективе последних лет, по обеспечению нашей системы госзаданием, и я уверен, что эти тренды, они в будущем будут сохранены. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. И мы продолжаем. Что можно дополнить по Санкт-Петербургу? Ренет Витальевич, Марина Васильевна. Дмитрий Геннадьевич, Вы все рассказали, разложили буквально по полочкам, но немножко если добавить применительно к Санкт-Петербургу, то мы как филиал федерального учреждения имеем свои определенные, так сказать, целевые показатели. Это 60% иногородних. И здесь, в Санкт-Петербургском филиале для иногородних у нас зеленый свет, хоть Сахалин, Камчатка, или это Новгород, Псков, Ленинградская область, и все другие регионы, практически никакой очереди не имеют на госпитализацию и на лечение. Жители Петербурга мы тоже лечим. Конечно, обязательно ветеранов, обязательно самые сложные случаи, те, с которыми действительно не справятся в городских учреждениях, те, которые требуют каких-то особых технологий, которые у нас есть. Еще хотел бы подчеркнуть, что у нас за последние годы произошло значительное развитие офтальмо-онкологической помощи, которая также оказывается на 100% бесплатно. Это тоже очень важно. И направление офтальмо-онкологии, и в головной организации оно развито высочайшим образом, и в Санкт-Петербург, так сказать, по северо-западу, пожалуй, наверное, один из самых больших, может быть, самый большой офтальмо-онкологический центр. Еще раз говорю, такие пациенты являются социально важными, заболевания эти сложные и не терпящие, так сказать, от отлагательств, мы им помогаем согласно государственным программам бесплатно и по, так сказать, по мере поступления, то есть без каких-то значительных очередей. Вот это хотелось бы еще добавить. Спасибо большое. Марина Васильевна, тоже что можно? Да, дорогие друзья, хотелось бы еще вот о чем сказать, что существует такое мнение среди людей, как в нашем городе, так и в других городах нашей страны, что МНТК – это платная структура, что мы оказываем только платную медицинскую помощь. Это очень большое заблуждение. Дело все в том, что действительно мы много оказываем платных услуг, но это те операции, которые не финансируются государством, те, которые, ну, относятся к категории, так скажем, близких к косметическим. Это прежде всего операции по коррекции зрения и по имплантации внутри глаза при хирургии катаракты, особых линз, мультифокальных так называемых, они не входят в госгарантии, и они дают, ну, заменяют пациенту очки и контактные линзы. Очень много помощи мы оказываем действительно на бесплатной основе. И если касаться только жителей Санкт-Петербурга, то только за 22-й год нами было освоено, потрачено на лечение пациентов, жителей Петербурга, полмиллиарда рублей государственных средств на проведение хирургических операций. Прооперировано около 10 тысяч пациентов, жителей Петербурга. И примерно такое же количество пациентов, которые проживают на других территориях Российской Федерации. Поступить к нам в филиал на бесплатную помощь может любой гражданин Российской Федерации, имеющий сложную офтальмопатологию. И для этого по приказу 1363Н офтальмологи по месту жительства должны определить, относится ли этот пациент к разряду тех сложных пациентов, которых можно направить в федеральное медицинское учреждение. И если такие основания доктор выявляет, он может дать нам направление 057, в рамках которого мы из средств УБС проведем предоперационную диагностику. А что очень важно, в последующем будем оказывать помощь из средств Федерального фонда обязательного страхования, то есть из территорий не будут уходить средства на лечение пациентов. Это раньше являлось очень большим барьером для того, чтобы направлять в федеральные центры пациентов. Сейчас, мне кажется, что для других территорий направление пациентов в федеральный центр имеет очень большие, прежде всего, финансовые преимущества. Во-вторых, пациент, приезжающий из любой территории, получает помощь на очень высоком уровне с использованием современных технологий, современной техники и очень высококвалифицированными специалистами, которые имеют большой опыт хирургической деятельности. Поэтому мы ждём пациентов из других территорий, будем очень рады им помочь, особенно со сложной патологией. Спасибо большое, Марина Васильевна. Хочу также подключить к нашему разговору и журналистов, уточнить, есть ли вопросы в пресс-центре у нас. Если можно, пожалуйста, к микрофону представляйтесь и озвучивайте свой вопрос. Если будет дополнение, можно с микрофоном остаться? Очень интересно всё, что вы сказали. Елена Тарасенко, «Петербургская жизнь». Скажите, вы всё так сказали, что всё бесплатно, без очереди и так далее. Почему у нас остаётся и работает центр «Эксимер», который только платно делает? Каким образом? Кто может начаться? Да. Дело в том, что офтальмологическая заболеваемость, она достаточно высокая. И пациентов прибавляется с каждым годом всё больше и больше. И если, например, говорить о близорукости, все сейчас в этих гаджетах, в этих телефонах и так далее, мы будем получать постоянную прибавку близорукости. Сейчас 30% близоруких, и через 10 лет будет 50% близоруких. Если говорить о той же катаракте, то продолжительность жизни увеличивается, это возрастное заболевание тоже будет прибавляться. Поэтому хватит, так сказать, точно всем учреждениям работы хватит. Другое дело, что мы говорим, вот Дмитрий Ильич говорил, что есть социально значимые заболевания, которые мы не имеем права делать отсрочку. Например, это глаукома, отслойка сетчатки, сахарный диабет и другие. И вот для этих пациентов действительно очереди нет. Если говорить о заболеваниях, которые, скажем так, с ними вполне можно жить, там и в очках как-то компенсировать, и вот эти пациенты действительно какое-то время могут потерять, чтобы попасть в клинику на лечение. Примерно так. Спасибо большое. Есть ли еще дополнения, уточнения? Дмитрий Геннадьевич, у вас нет? Спасибо. Нет, спасибо. Да, пожалуйста. Если позволите, я добавлю буквально два слова. Просто есть такая категория еще людей, которые не хотят вообще ни дня ждать, и хотят решить свою проблему сегодня и сейчас. В этом случае они либо обращаются в платный центр, либо к нам приходят на платную хирургию, и таких людей тоже можно понять. Если у них есть средства, они могут себе позволить платную медицинскую помощь, почему бы нет? Спасибо большое. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Я бы тоже хотел сделать одно добавление в контексте заданного вопроса. Все-таки существующая сейчас система оказания медицинской помощи, она стремится правильно распределить силы и средства в термологической службе. И задачей федерального центра является оказание бесплатной медицинской помощи в наиболее сложных случаях. И вот как раз на такие сложные случаи действительно очереди нет, или она минимальна. А лечение, скажем так, рутинной патологии, это делегировано уже региональным или медицинским учреждением. Поэтому вот тут еще этот момент учредить надо, что не в всей катаракте, грубо говоря, федеральный центр должен оказывать помощь. Сложной катаракте, с которой регион не справится. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем наш разговор. И у нас есть еще один вопрос. Он поступил в наш чат. Вопрос Дмитрия Геннадьевича адресован вам. Поступил он от Юлии Куликовой, которая сегодня с нами активна и на связи. Дмитрий Геннадьевич, в своем выступлении вы отметили, что у нас, у вас филиалы в 42 регионах. А как проходит лечение жителей других в 47 регионах Российской Федерации? На самом деле филиалов у нас 10 и расположены они в 10 регионах, включая институт в Москве. 42 – это цифра, которая была названа в части нашей курации по Ленин-МИЦ. Ленин-МИЦ – это наш новый, уже устоявшийся приоритет развития. Ленин-МИЦ – это система, созданная для организационно-методического пособия и работы с регионами в рамках образовательных, курационных, клинических, научных, кадровых и других форм взаимодействия и переводится как «Национальный медицинский исследовательский центр». Вот под нашей курацией находятся 42 региона нашей страны. Но это не значит, что мы не взаимодействуем с остальными регионами. И это взаимодействие на самом деле очень широко. В первую очередь, я уже об этом в двух словах упоминал, это возможность проведения телемедицинских консультаций. Это возможность обучения на наших базах, получения новых компетенций, освоения новых технологий, проведения циклов образовательных. Сегодня как главная организация, так и большинство наших филиалов имеют образовательные лицензии. И делают это на не только высоком профессиональном уровне, но и имея возможность выдавать соответствующие образовательные документы. То есть это целый спектр возможностей, которые сегодня предносят в регионы на повышение их статусов и последующих освоений новых технологий и методик. Поэтому говорить о том, что какая-то часть регионов нашей страны в той или иной степени находится вне зоны возможностей, и современного развития, будет неправильно. Я даже скажу большее, что большинство регионов сегодня, тех, в которых филиалов МНТК нет, они очень серьезно и, я считаю, что ответственно, заявляю, на высоком, очень профессиональном уровне развиваются. И те, как сказал Сергей Викторович, абсолютно верно, рутинные, ежедневные, требующие больших объемов в контексте проведения за год хирургических вмешательств, они с этой нагрузкой справляются уже самостоятельно. То есть вся эта помощь диагностическая, хирургическая, в очень серьезных и больших объемах, и в том числе с привлечением наших специалистов, наших технологий, наших консультаций проводится. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы у наших зрителей и слушателей сформировалось понимание, что где-то в стране есть какие-то перекосы в части возможностей. Этого абсолютно нет. Сегодня только в Москве три крупных института, которые занимаются проблемами офтальмологии, которые развивают офтальмологию. И очень, опять же, хочется с большой долей гордости подчеркнуть, что мы взаимодействуем не только внутри своей системы, но мы взаимодействуем и между собой. Сегодняшняя офтальмология это одна из самых прогрессивных в части развития специализаций в медицине. Мы говорим о смене, о парадигмах в технологиях практически каждые 3-5 лет. Это новые абсолютные подходы к хирургии, это новые диагностические возможности, это новые подходы к формированию перспектив лечения. Это очень тонкие и очень нужные сегодня разработки практически неизлечимых состояний. Сегодня мы говорим о генной терапии. Сегодня мы говорим о лечении генно-модифицированных, сложных, врожденных состояний. Это, вы знаете, такой космос, который в двух словах не расскажешь, но этот космос развивается по всей стране одновременно. Мы лишь являемся генераторами идей, мы являемся теми, так сказать, законодателями трендов и моды, которые имеют основную задачу. Очень быстро, очень качественно и очень широко довести все эти новшества до территории всей нашей страны силами наших филиалов и силами наших коллег в регионах. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, мы продолжаем. Остается не так много времени, тем не менее, вопросы еще есть. И позвольте следующий вопрос ненасущим о сегодняшней ситуации. Повлияла ли как-то внешнеполитическая ситуация и санкции на работу клиники? Как справлять в таких непростых условиях? И в дополнение, конечно, обмен опытом с зарубежными коллегами реализуется, продолжается реализовываться? Если да, то можно об этом тоже подробно рассказать. Наверное, Дмитрий Геннадьевич, Эрнест Витальевич, кто начнет не признать, пожалуйста. На самом деле, сегодня мы находимся, то, чтобы находимся и работаем в не совсем стандартное для нас время, это однозначно. И это те вызовы, которые, наверное, в принципе, были определены еще задолго до коронавируса, до сегодняшней внешнеполитической ситуации. Это вызовы, которые были направлены на то, чтобы наша самостоятельность, эксклюзивность и, самое главное, независимость присутствовали и не мешали тем технологиям и тем желаниям, нашим стратегиям, которые мы закладывали в философию своего развития. Философия и миссия МНТК была сформирована академиком Федоровым еще 35 лет назад, что это прекрасные глаза каждому. А прекрасные глаза каждому, это значит, что качественно, быстро, на самом высоком уровне и в максимально широких масштабах. Это невозможно. Без чего, в первую очередь? Без развития собственных технологий, без наличия собственной производственной базы, без возможностей получать высокое, качественное обучение как внутри системы, так и с коллегами из-за рубежа. Вот эти принципы, они работают все 35 лет существования МНТК. Они продолжают работать и сегодня, даже в сложное время, поскольку мы в основном сегодня себя, опять же, внутри системы обеспечиваем самостоятельно. В МНТК есть собственное экспериментальное техническое производство, есть новое научно-экспериментальное производство, где производятся медицинские инструментарии, различные расходники для нашей хирургии. К сожалению, не все те, что требуются нам для повседневной работы, но это сегодня тот вызов, та задача номер один для нас, которая в сегодняшней внешней политической ситуации, я думаю, что, ну, по крайней мере, надеюсь на то, что придет к тому, что мы в ближайшее время сможем для себя весь перечень основных наименований требуемых нашей повседневной рутинной работе обеспечить. Во многом мы зависимы от тяжелого оборудования, от высокотехнологичного оборудования, но сегодня, к счастью, опять же, задачи, поставленные президентом на уровне уже на Министерство промышленности нашей страны, на уровне Министерства экономического развития, Министерства здравоохранения, в большинстве специализации нашей отрасли здравоохранения уже решаются, и мы, как офтальмологи, в этом тоже активно участвуем. Спасибо большое. Да, пожалуйста, просим дополнительные. На самом деле, действительно, в системе МНТК всегда было свое производство, и вот тенденция буквально последних месяцев, то, что мы будем больше и больше получать из головной организации технического производства, экспериментально-технического производства всевозможных инструментов, материалов, ножей и так далее, и так далее. Вот, это спасибо, Дмитрий Ильич, вам, головной организации. Мы активно этим пользуемся, и будем, конечно, рады еще больше отечественного видеть у нас в операционной. Вот, и надо сказать, что сейчас важен стоит вопрос об импортозамещении, но на самом деле, на самом деле, сейчас такое время, оно и хорошее в какой-то степени для наших ученых, разработчиков, производителей. Например, в Петербурге офтальмологические учреждения и в том числе наш филиал МНТК тесно взаимодействуют с институтами нашими точной механикой и оптики, государственным оптическим институтом и другими разработчиками и производителями в плане новой аппаратуры. Но это не просто импортозамещение, а это можно даже назвать импортопережением, потому что эти работы совместно с филиалом на, так сказать, петербургской научно-производственной базе ведутся с 2000-х годов. И это если заглянуть в историю, то это буквально прорыв был и такая вот волшебная палочка появилась, назовем это так, диодный лазер для офтальмологии, был создан первый в России, в Санкт-Петербурге и он производится и работает как минимум в 200 клиниках, а может быть и в 300, я боюсь ошибиться. И когда офтальмологи, а у нас уже искушенные офтальмологи, благодаря Санкт-Петербурге Николаевичу офтальмологи очень вооруженные до зубов, так сказать, и требовательные к аппаратуре, то офтальмологи выбирают лучшее, и вот они выбирают лучшее отечественное, потому что оно лучше, чем импортное и зарубежное, хотя, в принципе, на медицинскую продукцию сейчас не столь пока большие санкции, хотя мы с этим тоже столкнулись, но вот во всяком случае в области офтальмологических лазеров здесь, в нашем государстве можно быть спокойны, потому что многое уже сделано и потребности обеспечены. Конечно, ведутся работы и по другим действительно высокотяжелой технике, но это работы перспективные, но они однозначно конкурентоспособные, поэтому из этой сложной обстановки мне кажется, что мы выиграем и разовьем собственную медицинскую промышленность и усилимся и укрепимся, по-другому быть не может. Спасибо большое. Остается еще два вопроса, я думаю, мы успеем на них ответить. Уже у меня гости, небольшое уточнение по конференции, которая приурочена к 35-летию Санкт-Петербургского филиала, когда она пройдет, кто будет среди участников, на какой площадке, небольшой организационной моменте. Конференция пройдет 28-29 апреля, это пятница и суббота, пройдет на площадке конференц, площадка отеля Holiday Inn Московские ворота с 9 до 18 часов, практически вот эти два дня. Представлено около 200 научных докладов, представлено до 10 различных секций, многие из которых будут посвящены тем вопросам, которые были сегодня обозначены. Это витаретинальная хирургия, лазерная хирургия, рефракционная хирургия, будет живая хирургия, все для этого уже готова по самым-самым новым, самым современным офтальмологическим технологиям. И жители нашего города могут тоже послушать? Конференция предназначена для медицинских работников, прежде всего для офтальмологов, хотя у нас еще будет секция для оптометристов, и из участников это будут ведущие лидеры своих направлений, из всей нашей страны, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других ведущих городов, учреждений в офтальмологическом сообществе, и открывать конференцию, точнее предусмотрена и торжественная часть, потому что коллектив работал все эти 35 лет, и в частности последнюю пятилетку, очень интенсивно, сложно, и, конечно, правильно, будет правильно поблагодарить их и сказать добрые слова, и мы услышим их от вице-губернатора, от представителей законодательного собрания, от главы Фрунзенского района, от органов власти, и мы будем им за это благодарны. Спасибо. Спасибо большое за это уточнение. И мы сейчас уже будем завершать, тем не менее, небольшой вопрос, Дмитрий Геннадьевич, наверное, очень логично завершающий нашу сегодняшнюю встречу. Вы назначены руководителем клиники не так давно, в феврале этого года, тем не менее, видно, что вы уже погружены в ситуацию и в работу этой системы. И несколько слов, наверное, о стратегических планах развития, о развитиях ближайшей перспективы, что первоочередное вы ставите в свою работу, и, наверное, можем завершать как раз таким итогом. Пожалуйста. Начну с того, что система Монтека это моя альма-матер, это та школа, которую я прошел, будучи молодым врачом и став в системе Монтека первым руководителем, начав заведывать отделением в Чебоксарском филиале. На сегодняшний день имею определенный управленческий опыт и очень горд тем, что могу применить его в своей родной и любимой системе Монтека в качестве руководителя. И скажу так, что наверное, только от меня или от меня лично здесь зависит не все, зависит все от нашей команды, от той команды высоких профессионалов, единомышленников, управленцев, которые сегодня работают в нашей системе, как в головной организации, так и в наших филиалах. И все тренды современного развития, которые сегодня в принципе есть во всех компетентных системах управленческих, это и управление организациями здравоохранения в целом, это управление системой менеджмента качества, это управление в системе антикризисных мер, это современный маркетинг и правильные подходы к выстраиванию коммуникаций, это совершенные нормативно правовые все, так сказать, основы современного здравоохранения, это вот то широкое поле и те широкие компетенции, которыми владеют все наши управленцы, наши директора. Ну вот, в частности, Эрнест Витальевич Бойко, это один из лучших тому примеров и сегодня жителям северо-запада, западного региона и города Санкт-Петербурга абсолютно не за что переживать, они могут быть уверены в том, что современная и самое главное высокопрофессиональная авторимологическая помощь им абсолютно доступна в сенах и в условиях нашего филиала в городе Санкт-Петербург, да, и я за это всему коллективу и команде управленцев очень благодарен. Если говорить о трендах развития, вы знаете, они тоже очень понятны нам и на сегодняшний день, конечно, это сохранение лидерских позиций во всех ключевых направлениях развития нашей специализации автолимологии. К счастью, мы все тренды сегодняшнего дня в части создания технологий, в части развития технологий, распространения их сохраняем в лидерских позициях за собой, и я думаю, что с законодательными модами по многим направлениям будем являться и впредь. Одной из задач является такая, знаете, глобальная цифровизация, как мы говорим сегодня, цифровая трансформация, это создание фактически новой экосистемы МНТК, когда доступные сегодня возможности для жителей нашей страны будут еще положены на платформу цифровую, которая позволит, как мы уже говорили, нажатием одной кнопки, получить быструю консультацию, записаться к нам на консультацию прием непосредственно в клинике, прийти на операцию, получить комфортные сервисные возможности, ну и, соответственно, быть полностью обеспеченными всей информацией по своему заболеванию и по его лечению в современных условиях. Это развитие возможностей по расширению компетенции в наших коллег на местах, это уже наши так называемые функции, которые мы тоже планируем расширять, распространять и самое главное делать их более совершенными, в первую очередь позволяя нашим коллегам становиться более опытными и более высокопрофессиональными в тех сложных и ответственных случаях, которые пока сегодня возможно не всегда достигнуты на местах. ну и самое основное конечно это вся работа, которую мы будем проводить для наших пациентов, это то основное и то главное ради чего мы работаем, то есть наш пациент должен помощь получать быстро, качественно, на самом высоком профессиональном уровне, мы должны всецело заботиться о нем и это сегодня еще одна из составляющих нашей миссии, то есть не просто качественное лечение, но забота о нашем пациенте, о его быстром и самое главное комфортном для него выздоровлении и я думаю, что сегодняшние результаты уже во многом позволяют нам гордиться нашей работой, если вы посмотрите на отзывы, которыми пестрят соцсети, то средняя оценка нашей работы во многом превышает 4,5 балла и она примерно одинакова для всех наших филиалов и я хочу сказать спасибо всему сообществу МНТК за тот труд, за ту энергетику, которая сегодня эти 35 лет существует в системе и работает во благо наших пациентов, ну а Санкт-Петербургскому филиалу в преддверии конференции, в преддверии не хочется говорить празднования, обозначения, наверное, серьезной даты работы 35-летнего юбилея, хочется пожелать дальнейшего плодотворного энергичного развития с обязательно положительным вектором его на ближайшие годы, ну и все те сегодняшние реалии, которые были обозначены директором его команды, чтобы они были поддержаны коллективом, они были поддержаны всеми нашими руководителями, организаторами процессов здравоохранения в целом, ну и мы сделаем все возможное, чтобы год от года наши возможности и наше влияние в регионах в части, опять же, достижения показателей доступности, своевременности и высоко качественности автоматической помощи только росли. Всем большое спасибо за эту пресс-конференцию, она была замечательно организована, замечательно проведена, мы всегда рядом с нашими пациентами. Спасибо, спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич, я думаю, на этом мы можем завершить нашу сегодняшнюю встречу, действительно, спасибо большое, возможно, в будущем ждем вас уже очно на нашей площадке, всегда будем рады видеть, уважаемые наши гости, спасибо, что тоже сегодня были у нас в гостях, всегда ждем с хорошими новостями, а на этом наша встреча завершена, всем здоровья и, конечно, до новых встреч на нашей площадке. Всего доброго. Спасибо.